Витаю! Это видео решение двумерной задачи по магнетизму, экранизация туториала номер 15, магнитное поле постоянного магнита. В составе Elmer для данного туториала уже есть готовая сетка конечных элементов. Но я думаю, будет лучше, если мы воспроизведем свою собственную. Для этого перейдем в абрикат. Задача у нас двумерная. Нам потребуется поверхность с отверстием для моделирования окружающего пространства, поверхность для нейтральной зоны, поверхность для положительного полюса и поверхность для отрицательного полюса. Выполним булевое слияние и переходим в МК. Создаем сетку конечных элементов. Для более точного расчета сгустим сетку вокруг магнита. Для этого добавим регион сетки. Выбираем Face и добавляем в группу все элементы магнита. Вводим параметр сгущения сетки и обновляем сетку. Вот сетка у нас сгустилась. Чтобы можно было создать различные материалы и граничные условия, создадим группу объединения сетки. Создадим группу для окружающего воздуха. Для нейтральной зоны. Для положительного полюса. Для отрицательного полюса. А также для ограниченного условия, моделирующего бесконечность. Не забываем обновить сетку. Сохраняем в формате UNV. При сохранении не забываем указать расширение. Переходим в Elmer. По умолчанию в графическом интерфейсе Elmer нету вкладок для двумерного магнетизма. Поэтому сначала их загрузим. Идем в File Definition Upend Заходим в IDF Extra Находим магнито-динамику 2D Открываем и закрываем Definition. Вот среди расчетов у нас появились вкладки для двумерной магнито-динамики. Теперь загрузим сетку конечных элементов. Она должна состоять из четырех тел для окружающего воздуха, для нейтральной зоны, для положительного полюса, для отрицательного полюса. Теперь заглянем в сводку. Геометрия у нас была в миллиметрах. Сетка тоже получилась в миллиметрах. Мы будем использовать систему C, поэтому нужно перевести миллиметры в метры, введя коэффициент масштабирования в настройках проекта. Идем в настройки проекта и вводим коэффициент масштабирования. Нажимаем «Применить». на вкладке магнито-динамика 2D ставим птичку «Активная». Настройки решателя оставляем по умолчанию. Переходим на вкладку «Магнито-динамика 2D Post». Это решатель постпроцессор, он генерирует результаты расчета. Ставим птичку «Активная». В настройках решателя на вкладке «General» выбираем «Выполнить перед сохранением». Нажимаем «Применить». Ставим птичке назначить всем телам. Добавить и «Окей». Добавим материал. Первым будет воздух. На вкладке «Магнито-динамика 2D» относительная магнитная проницаемость пишем единица. Намечаем, что это воздух. Ставим птичку «Зазначить воздуху». Добавить и «Окей». Далее добавим нейтральную зону. На вкладке «Магнито-динамика 2D» пишем «Относительная магнитная проницаемость 5000». Помечаем, что это нейтральная зона. Ставим птичку «Дазначить нейтральной зоне». «Добавить» и «Окей». Добавим положительный полюс. На вкладке «Магнито-динамика 2D» относительная магнитная проницаемость 5000. На магниченность «Плюс 750 тысяч». Ставим птичку «Дазначить положительному полюсу». Помечаем, что это «Плюс». «Добавить» и «Окей». Добавим «Отрицательный полюс». На вкладке «Магнито-динамика 2D» «Относительная магнитная проницаемость 5000» на магниченность «Минус 750 тысяч». Помечаем, что это «Минус». Ставим птичку «Назначить отрицательному полюсу». «Добавить» и «Окей». Добавим граничное условие, отвечающее за бесконечное пространство вокруг магнита. На вкладке «Магнито-динамика 2D» ставим птичку «Бесконечность». Ставим птичку «Назначить внешнему контуру сетки». Помечаем, что это «Бесконечность». «Добавить» и «Окей». Сохраняем проект, указав папку, куда будет записан файл с исходными данными и файл с результатами. Все готово к расчету. Создаем файл «Сиф». Проверяем, все ли в порядке. Запускаем расчет. Расчет окончен. Запускаем «Элмер» в «ЭТК». Вот наши результаты. Включим шкалу. Включим из-за поля потенциалы магнитного поля. Теперь включим вектора направления действия магнитного поля. Стрелочки векторов напомнили мне опыт на уроках физики с магнитом и железной стружкой. И напоследок, для тех, кто все-таки досмотрел до конца. Для создания расчетной схемы нам потребуется вот такой вот скетч. Созданием элементов магнита никаких сложностей в принципе нет. Мы просто используем инструмент создания формы. И отмечая линии контура создаем поверхности. Для создания формы с дыркой такой способ не подходит. Нам для этого потребуется другой скетч. Вот такой вот уже, без перемычек на полюсах. И мы этот скетч должны экструдировать, создать трехмерную форму. Далее для создания поверхности с дыркой нам нужно создать простую копию нижней грани этого трехмерного объекта. Вот таким вот образом. И вот наша расчетная схема. На этом все. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую за увагу.